Акция протеста состоялась у здания Главного управления национальной полиции в Одесской области. Возмущенные бездействием правоохранители и общественники требовали полного обновления руководства и методов работы местного подразделения ведомства. Не можете защитить граждан? Идите прочь! Поддержать это требование к полицейским организаторы акции предложили всем, кто сталкивался с бездеятельностью или беззаконием в правоохранительной системе. К руководству областного управления полиции есть ряд претензий. Простому человеку, простому гражданину невозможно отстоять свои права. Мы видим, что в городе постоянно уничтожается наше культурное наследие, историческая застройка, памятники архитектуры. Уничтожаются зеленые зоны, наносится вред экологии. И должной реакции со стороны правоохранительных органов нет. Каждый из нас имеет право ходить по улицам этого города и чувствовать себя в безопасности. Но этого не чувствуют не только гражданские активисты, но и простые рядовые жители города. Я хочу ходить по улицам этого города и не видеть наркоманов, которые ищут закладки, надписи, всякие соль, бочки и так далее, которые в последнее время украсили, в кавычках, стены наших домов. Я хочу узнать, что на привозе не торгуют контрафактом, о чем уже сейчас говорили, не только сигаретами, но и поддельным спиртом и так далее, и так далее. И если об этом знаю я, если об этом знают другие, что об этом не знают в полиции? Точно так же, по мнению общественников, поступают полиция и прокуратура в случае совершения преступлений против самих активистов. Следствие не проводится, виновные остаются безнаказанными. Скоються нападки не только на активистов громадских, но и просто на тех, кто хочет отстойвать права. Фактически, всегда полиция не реагирует так, как нужно. Если брать пример, то на меня особо нападали не менее пяти разов, мені погрожили несколько разов. Так само проводился тиск, ну, с помощью тиска на меня, с помощью тиска на моих родных. И через это гадали, что я прекратил заниматься громадской деятельностью. Но еще раз хочу заакцентовать внимание, что мы прекратим заниматься громадской деятельностью. Я очень хочу, чтобы в этой стране и в этом городе все поменялось. Но я понимаю, что с этим составом, с этим генералом, с такими правилами работы мы не то, что никогда не добьемся. Нас всех растопчут, у нас все заберут. И заберут не просто наш город, заберут наши квартиры, наше здоровье и нашу жизнь. Свою оценку деятельности полиции и прокуратуры дал известный в Одессе юрист Вадим Аксюта. Он выступает в качестве адвоката общественников на судебных процессах против городской власти. Там, где грабуют коммунальную властность под крышеванием Труханова, галантерника и то, что мы оскарживаем решение судов, где я обратился, то Жученко, чтобы он взял и подал позов, або в интересах государства, что до школьного аэродрома, або старостейной площади, вообще нет никаких ответов. Это коррумпованная, мафиозная гидра, которая захватила сегодня наше место. Единым выходом – это отставка Головина, Жученко, как початок. К витингующим никто из представителей полицейского управления не вышел. Для собравшихся это стало лишним подтверждением обоснованности их требований. Банду гей! 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 Представители нескольких партий и общественных организаций от имени начальника областного управления полиции Дмитрия Головина подготовили тех заявлений об увольнении по собственному желанию. Я Голин Дмитрий Валóрович, начальник Головного управления Национальной полиции в Одесский областя. Я Голин Дмитрий Валерович, начальник Головного управления Национальной полиции в Одесский области. Враховываю, что явно для меня для buns, для federalи Н Regardа, а не ведет, что не выполняю поставлено перед мной заведения и изложения кремлодшей ситуации в Одесский областей. Прошу извольнити меня 16 серпня 2018 года с главной национальной полиции. Заявление о выставке главного полицейского области общественники прикрепили к двери управления. Можно предположить, что реакции со стороны Дмитрия Головина не будет никакой. От управления полиции участники акции перешли к прокуратуре области. Как и в случае с полицией, разговаривая с активистами, никто не пожелал. Митингующие отреагировали соответственно. Прокурору Олегу Жученко предложили подписать такое же заявление об увольнении по собственному желанию в связи с неспособностью выполнять должностные обязанности.